Какой цвет я вам сейчас показываю? Улыбаюсь я или грущу? Нет, я не забыл снять крышку объектива и у вас не сломался экран. Просто именно так себя ощущают слепые люди. В сегодняшнем выпуске я побываю в гостях у человека, кто в своей жизни ни разу ничего не видел. Меня зовут Александр Жучкин и я советую вам досмотреть этот выпуск до конца. Субтитры делал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да. Так, ну что, заходим, заходим. Большая комната будем сидеть или на кухне? Большая комната. С вас проходи. Здравствуйте. Можно, можно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все. Ой, старая. Сейчас я телевизор на телефоне выключу. Да блин, я все забываю. Они недавно поставили эту заразу. Поставили неудобно. Весь путь идет либо только часть от него. Окей? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это в программе тоже лингвистической, но она называлась «Теория и методика преподавания иностранных языков». Вот то, что вы не видите, это с детства или как это произошло? Это с детства, это с рождения, скажем так. Как произошло? Какие-то гены, генетическое заболевание. Ну, я не могу сказать, что там, я не считаю это заболеванием, но, в общем, причина в генетике. Расскажите, каково это быть, каково это жить, ничего не видя? Ну, в принципе, все зависит от воспитания родителей, все зависит от мотивации. То есть все живут по-разному. Такой вопрос. Вы абсолютно ничего не видите или что-то видите? Ну, это свет и стенка вблизи, но это очень близко. А так, в основном, конечно, все по-разному, и от остатка зрения тоже многое зависит. У вас друзья в основном тоже незрячие или в основном вот... Ну, все разные. Как люди вообще относятся, если на улице видят вас? То есть есть какая-то помощь от людей или что-то? В основном стараются помочь. Ну, как, мы обычно идем там мирно разговариваем о какой-нибудь ерунде. Я могу либо там пожаловаться, либо там, не знаю. Чувствуете себя одиноко вообще? Не могу сказать. Все-таки я могу там посмотреть телевизор, послушать всякие эти дурацкие мыльные оперы, там, я не знаю, в сети посидеть, в интернете, в фейсбуке почитать. То есть, ну, вот если вы телевизор включаете и просто его слушаете, условно? Да, я на телефоне включаю, там, на сайтах. Это правда, что незрячие люди, они там лучше слышат? То есть вот у вас есть какое-то замещение того, что вы не видите? Ну, считается, что да. Как бы у меня есть абсолютный слух. Я даже занималась в музыкальной школе. Но в основном, как бы опытным путем тоже проверено, что это больше физический слух, чем музыкальный какой-либо. Что это значит физический слух? Как бы физически ты слышишь лучше, но музыкально ты, как бы, не слышишь мелодию, не можешь различить, какая нота прозвучала, какой аккорд прозвучал, не можешь повторить. Как вы ходите за продуктами? Как вообще вот устроен ваш быт? Ну, я в последнее время осваиваю приложение для заказа продуктов на дом, это проще. Разблокирую телефон отпечатком пальца. Вот. Соответственно, еще нужную страницу. Он озвучивает страницу, да? Да, у меня тут 6 страниц из-за большого количества приложений. Еще приложение ОК. Не знаю, почему он так странно называет кнопку меню. А как она называется? Хамбургер как-то. Это, в общем, ерунду говорит. Пусть говорит ерунду. Интернет, магазин, нажимаем. Соответственно, нам нужен каталог. Овощи, фрукты, ягода. Фрукты, ягода. Нам не надо зелень пока. Я хочу попробовать на себе воспользоваться. Представим, что я не зрячий человек. Вот. Сейчас надену шапку, чтобы ничего не видеть. И попробую что-то заказать с приложения ОК. Я ничего не вижу, я вот держу закрытыми глаза, чтобы это все было. Так, ну я пока приложение закрыла. Да, давайте вот сюда. Соответственно, ищем страница 4. Так. Просто можете пальцем поскидывать, главное, дважды никуда не нажимать. Но на какой-то, конечно, фото скидывайте так. Просто можно вправо скидывать, дойдете. Страница 2.6. Вот, соответственно, вперед листайте до четвертой страницы. Вперед. Страница 2.6. Нет, вперед. Вот страница 2.6. Это очень трудно, ребята. Страница 2.6 и вперед. Это я сейчас, похоже, нахожусь в меню каком-то. Это в каталоге. Так, чтобы мне подтвердить, мне нужно просто нажать на середину, да? Вы нажали, кажется. В общем, друзья, что и требовалось заказать, я просто сразу же потерялся. Причем до того, как пользоваться этим приложением, я думал, что я разберусь достаточно легко. Ну, на самом деле это очень трудно. Я не представляю, как это... Можно, а хотя затемнение экрана нет смысла включить. Ну да, ну да, в общем, для меня это оказалось трудно. Я думаю, что со временем можно приукнуть, но это... То есть, не удалось. Да, то есть, мне даже не удалось сейчас заказать. Просто в комментариях. Ну, можно и говорил, кулык, если. Так, я понимаю, что сиба везу. Такой вопрос. Государство как-то помогает? Ну, что-то платит? Для инвалидов первая группа у меня довольно-таки нормальная пенсия. Нет, ну, конечно, если снимать, условно говоря, снимать квартиру и на нее жить, то... Ну, какая пенсия у инвалидов первая? Это вы все сами делаете или у вас есть там человек, который приходит и все убирает? Нет, ну, если у меня есть время, если мне не лень, то я могу. То есть, вы нормально прямо дома ориентируетесь, прям смело можете... Нормально, квартира небольшая. Да, конечно, в больших пространствах я теряюсь. Если надо что-то приготовить, вот, там, ужин, завтрак, как это вы сами все это готовите? Овсянку, например, там, гречку сварить. Сможете что-то показать, как вы готовите там или... Ну, как раз через некоторое время отец попросил картошку поставить, брату сварить. Часто получается, что вы... Вы, там, падаете или во что-то врезаетесь, вот... Не припомню. Да, не могу сказать. Не, ну, могу... То есть, вы адаптированы прямо так, ну, то есть... Ну, могу запнуться там, условно говоря, там, за что-нибудь, за кого-нибудь там наткнуться и попрошу там извинения, пойду дальше. Есть такая еще штука, говорят, что не зрячие люди там делают хорошо массаж или что-то в этом... Да, есть. Я закончила курсы массажа при университете на кафедре физической культуры. В принципе, на третьем курсе бакалавриата активно занималась массажной практикой. Сегодня для меня такой... Необычный день, просто я очень давно хотел снять видео про незрячих людей, и я надеюсь, что у меня получилось хоть как-то осветить... Осветить эту тему. Вот, я хочу вам сказать, Кать, большое спасибо. Вот так сложилось, так получилось, что я вас случайно вообще нашел, и когда готовил другой сюжет, и я рад, что вы согласились, потому что очень много людей очень скептически к этому относились, к этим съемкам. Вот, вам большое спасибо. Спасибо, ребят, вам за то, что вы посмотрели этот ролик, за то, что напишите какие-то слова поддержки или, может быть, какие-то свои рассуждения по этому поводу. С вами был Саша Жучкин, я не знаю, что добавить, все. До новых встреч! До новых встреч, да. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok